Продолжение следует... Присутствует? Затем чуть-чуть присутствует... И чуть благородство коричневое... Такое? Да. Вот у нас эта светлая часть. И потом, что нам мешает потом в нее... Там где нашу другую кисть... Что нам потом мешает вот в этом? Вот эта светлая... Например, я разбиваю твои представления о чистоте цвета. Что нам стоит потом войти сюда, вот эти стены темные? Ну да. Прикольно? Очень. Ну вот с таким образом поступаем. Значит, просто сейчас идешь от фона. Где видишь свет? Свет. Где видишь тень? Тень. На фигурку вообще внимания не обращаешь. За ней тоже есть фон. Да. Просто на нее внимание пока не обращаешь. Избавляешься от холста белого. Набрасываем сюда краску. Где темно? Темно. Где темно? Так вот. Вот у нас фигурка сидит в центре холстика. По своей горизонтали. Допустим, есть еще и вертикальная часть холста. Берешь и убиваешь. Значит, она чуть ниже прилипает. Да? Здесь у нее тряпка свисает. Тоже сам, смотри. Берешь себе, чертишь эту центральную линию фигуры. Та линия, которая разбивает фигуру на две части. Да? То есть ты относительно вот этой центральной линии, начинаешь ее раздвигать. То есть без ограничения пространства. Просто мутно ее сюда разберешься. Таким образом ты лишнюю краску отсюда уберешь. И у тебя появится приблизительно то место, где у нас эта фигура будет. И тебе будет видно, сколько места она занимает на холсте. Чтобы не разберешься. И не делай ее вот таким маленьким, непонятным червячком. Точно так же ножки. Сюда. И когда у тебя вот это мутное пятно в фигуру появится, мы начнем туда складывать свечи. Там еще с кончиком поработай. Набрасываешь себе красный ориентир платье. Причем не вовсю тоже яркость. Чтобы он у тебя вот здесь просто-просто появился. Где-то она сложила вот эту тряпку. Причем она вернулась. Причем увидела, да? Я не оставляю вот этого. Да, да. Нету черта. Вот этого вот. Вот этого не оставляю. Я все оставляю в мутную, в мутное очертание. В этих мутных очертаниях нам легче будет увидеть составляющую часть общицы на фигуре. Бросила. Взяла пальчик рядышком. Состоятельно. Золотый и красный. Чуть коричневый. И белый. Заведомо взяла темнее цвет тела, чем он и есть на самом деле. И потихонечку то, что ты краску выбрала. Тут все равно краска фона еще будет подмешиваться. И нам это на руку. Значит, нога. Это цилиндр. Согласна? Да. Рука это цилиндр, нога это точно такой же цилиндр. Значит, укладка краски происходит по цилиндру. Допустим, я поработал-поработал, смотри, палец у меня запачкал. Сверху. Да. Сверху. Если я его не вытер, зачеркну, получится грязь. Палец вытер. Набрал краски. И вложил. Вытер. Набрал краски. Вложил. Вытер. Количество краски, как макияж на лице. Это плечо у нас ниже, чуть-чуть, а оно у нас выше. Да. Потом, значит, относительно этого правого плеча. Где у нас голова? Далеко сюда смещена? Или выскакивает за этой девочкой? То есть, просто уточнить сейчас вот этот образ. Без провисовки деталей. Увидеть одно плечо выше, другое ниже. Где заходит темность волос. Где начинается от груди выемка. Да? Где ручки находятся. Пятнышки. Пока, допустим, у нее растопырено, ты видишь ее как по крыльеву. Да. Между пальчиками есть перепоночки. Ага. Понимаешь? То есть, как ножки под каким углом смотрят. Может быть, еще чуть-чуть подусилить цвет ткани. Для того, чтобы было более понятно. То есть, вот эта нога огромная. Да. По сравнению с этой. Нет. Так она, посмотрите, какая здесь огромная по сравнению с этой. Видите, где коленка? Нет. Это то, что тенге. У меня же ноги одинаковые. То есть, я не думаю, что она колега какая-то, да? У которой нога вот такая одна слава-славообразная, а вторая у собственной. В принципе, для того, чтобы было понятно, что эта ключица этого достаточно. Понимаешь? То есть, не надо вот эти вот чертить. Причем, там на самом деле этого нет. Просто. Оно смазанное. Да? Допустим, и создало впечатление, что ключица уходит туда, назад. А пятнышко основное, это вот это. Угу. То есть, очень часто, допустим, самую яркость, да, люди пытаются продлить. Угу. Угу. А это? На самом деле. На самом деле вот. Угу. Угу. То есть, вот так сейчас очень хорошо ее держим. Угу. Единственное, что вот на это внимание обращаем. Ну, сначала я опустил, невзирая на колено, опустил туда ткань, а потом взял и пересек ногой эту ткань. Угу. 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 может быть он и темный тоже к тому что он темный к ночи и холодно коричневый с красным или в тепло а тут наоборот не посмотрю как это может как красиво себя подвалишься тоже не вовсю и сразу сторона у нас в принципе сайте него тут наверно больше бликов в том место волосики ищу чуть-чуть потом потом еще тут не втолкнуть подошел отрисовал ощущение давай потихонечку личиком грамм и пачку нам часто бы определим куда падает свет да совершенно верно у нас лицо все же тем эта часть у нас лица на свету а это в киеве мы просто не отвечать и не трогаем у нас что нас подбородок на свету лоб на свету на свету щека на свету на свету причем вот это же есть на подбородочке есть на лбу есть вот точно так вот пару бликов эти блики создают направление складок волос то вот это за счет посоздавать значит принцип такой если она например каштановая рыжая таблики у нас цветы если она у нас чернявая публики у нас правильно из сине-черной дальше называют публики у нас синий ламбики ламбики что касается волос тех а ну давай давай с волосами а потом мы уже с этим сработаем с телом глаза это у нас яма черепухи значит они все поскольку любая яма темная они все темно а пусть остается люди темность потом под носиком это что-то у нас нависает но что-то красненькое редко замечание красят губы в синий цвет теперь мы увидели что у нас немножко подбородочек он слишком маловат отмечаем то есть потом по губами у нас всегда есть темная пятна поднижем поднижем есть такой есть оставили пока теперь покой теперь увидели что у нас немножко не в том ракурсе головочки поправили себе обрезал и тут подставили увеличили поскольку мы решили что чуть-чуть опустим подбородок помогли себе теперь рассматриваем какую меру дано у нас высветлено или вытемлено на щечке здесь хотелось бы чтобы был румяен как можно говорить не все лицо находится на сверху что-то находится еще мягкой полная мера света на щеке не белилась а но поставить на носики теперь в рамках темности под носиком у нас носочек постепенно себе темнее значит нам должен присутствовать красненький свет не черный и синий это может быть коричневый но с красненькой вот под носиком штучки-тюшки губа интересует нас средняя линия средняя линия определяет выражение губа есть но она корректирует нижняя губа по сравнению с верхней светлее потому что она оттопырена сейчас совершенно не волновался что у меня подбородок такой квадратный и мутный потому что стоит мне поставить просто свет сюда и он вот этот свет определить очертания подбородка я могу конечно потом еще что-нибудь здесь себе там подмочь немножко но при случае даже вот этого света будет вполне вполне достаточно они согнуты какая-то умочка смотри и уже раз тебе стоит осталось только здесь поставить какие-то штучки и уже по большому счету это рука правильно одна плоскость на которую попал свет вторая плоскость которая лежит в тени правильно тут можно еще к примеру какую-нибудь увидеть плоскость здесь еще какую-то одну раздельную можно увидеть можно увидеть теперь тебе осталось отсюда мизинчик отделить мизинчик любит быть оттопырена точно так же увидишь здесь свет на него попал руки второй портрет а ты хотела две руки и точно так же этот пальчик вот сейчас вот в этом месте вот лежала жидкая краска вот мне нужно туда что-то бросить а он у меня получается значит высушите катюшу и уже после того когда мы высушим оно туда так красиво ложится плотно согласен согласен вот уже три часа до часа уже формовенькая сапочка ну пока в речи ну пока в речи ну пока в речи все косы это не что вы ну и не так Продолжение следует...